Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, Павел Анатольевич. Что-то у вас давно не было видно. А, у вас шли борода. Мы никуда не приезжали. Русские вперед, русские сила, за нашу Русь. Да, вот так. Русские вперед, Великая Россия, Святая Русь. Народом России Бог. Сергей Анатольевич. Можете спросить, почему это было видно? Борода. Где вы были? Где вы были? Борода отращивала. Куда-то ездили? Ну да. Все нормально? Из дома в офис, из офисов. А тут такие слуги по городу всякие разные ходят. Вы не в курсе какие новости? Ну, относительно кого? Ну, вас, меня, ну вот. Тех, кто как бы занимается, чтобы у нас там... Балабольством, да? Не-е-е, покруче. Там, будем так говорить, жена одного нашего товарища, вот, который мы с вами очень хорошо знакомы, хорошо друг друга знаем, в общем-то высказалась там другому нашему тоже уважаемому человеку, человеку сказала, что... Да, это же стукачи, говорит, они его об этом. Да, я читал. С 15-го года они стучат. Да, стучат. Еще, по-моему, кем-то нас назвали. Барабанщики, говорит. Не было эти, ублюдками вещь. А, ублюдки-то она уже так... Ну, это уже пусть будет на ее совесть. На ее совесть, да. Я не знаю. Мы не будем говорить, кто это, да. Ну, сказала тогда. Ну, причем начала там открещиваться, да это не я, да вас весеннее обострение, да что ж на мужики такие пошли там. Ну, сказала бы, признала бы, сказала, да, я вот такое сказал, я вот так считаю, я так думаю. Да, пусть будет это моя совесть. Да, на ее совесть и пускай будет безосновательная, в общем-то. Ну, тем не менее, видите, как... Ну, мы же знаем, кто это... Ну, да. Всему свое время. Так сказать, бывшие, бывшие и прибывшие. Да. Да. Хорошо. Сергей Анатольевич, в Севастополе не хватает почти каждого третьего медика. Татьяна Борпосте, 31-го, 10-го, 2024-го года. То есть, в Севастополе не хватает 30% медиков. Об этом на телеканале СТВ сообщила начальник управления Департаментом здравоохранения гордый герой Севастополя Эльвира Закаменских. Что обращает на себя внимание так, что на поданном отчете деятельность Департамента здравоохранения за 2023 год, комплектованность с врачами на начало этого года составляет 84,39%, а в среднем перед началом 82,21%. Что вы по этому поводу думаете? Что скажете? Это же здоровье граждан, это же севастопольцев. Нет, Павел Евгеньевич, это, во-первых, не только здоровье граждан, а вообще-то это обязанность государства и это национальное достояние нашей страны, нашего государства и продолжение нашего рода, вы сами понимаете. Конечно. Относительно здравоохранения я считаю, что довольно достаточно мы хорошо эту тему знаем, потому что вы помните, что в 2014 году офис, где мы находимся, этот офис пережил и услышал много того, что происходило с 2014 года. Когда приходили в декабре медработники, наши медработники, которые работали еще в законодательном поле Украины, в Украине были, да, и когда, по-моему, если меня изменяет память, 200 человек их увольняли. Просто взяли? Просто, да, да, да. Идите домой. Восконьян, по-моему, был, да, или что-то там, я не помню, был. Ну да, да, главный медик. Правоохранения, да. Увольнял, что все коррупционеры, взятарщики, начали очень резко есть, ну, в прямом смысле, наших врачей-специалистов, которые потом походили в частные клиники. Мы знаем эту тему очень хорошо. Более того, мы знаем, что происходило, когда приходила гуманитарная помощь медицинская. Ну, вы имеете в виду оборудование, которое исчезло. Да. И когда мы через год, в 2015 году собрали, создали комиссию по гуманитарной помощи, буквально, я могу ошибиться, там, на пару-тройку дней, буквально через три-через пять дней, это оборудование всплыло, его вручили якобы. Подарили? Не подарили, а отдали первую горбольницу. Там 400 единиц, если мне не изменяет памяти. И тренажеры, и оборудование медицинское, там, и машины скорой помощи. Не скорая, а для, как это, ну... Нет, ложная медицинская помощь? Нет, 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 это инвалидах. А, это называется социальная группа малообеспеченная. Ну, в общем, да, это. Потом мы знаем, что происходило в Севастополе. У меня лежит он в заключении Росздравнадзора, 2017 год, о том, что Севастополь занял первое место по смертности. По России и Краснодарскому краю. У нас с туберкулезом-то и болели, да, люди? В этом зале, где мы сейчас с вами общаемся, был круглый стол, где присутствовали... Тогда была, по-моему, Емельяненко, главврачи, это департамент здравоохранения, по-моему, возглавляла. И здесь, если мне не изменяет память, было, по-моему, 9 главврачей или... Ну, я боюсь сорвать... Ну, большое количество. Да, это 15 или 16 год был. Очень большой круглый стол. Мы тогда поднимали вопрос о здравоохранении и так далее. Продолжение следует... Надо отдать должное, вот Емельяненко, я не помню имя, отчество. Когда я подошел после круглого, я говорю, что действительно с медициной так все... Плохо? Плохо она... Она не сказала, да, не сказала нет, но по выражению... По глазам мы увидели. Видно, что реально она уволилась, насколько же я помню. Да, ушла. Ну, хорошие человеки, врачи у нас хорошие были. И это все продолжается... С длительное время, да. Непонятно, почему у нас вот был наш Севастополец. Мы все время говорим с вами, что в правительстве Севастополя должны быть Севастопольцы. Да, у нас Севастопольцы. Да, Севастопольцы. Кулагин. Кулагин, да. Александр Андреевич, по-моему, да? Департамент здравоохранения. Пал Евгеньевич. Он был замгубернатора и отвечал именно за здравоохранение. Единственное, мы ему благодарны за то, что нам тогда, когда мы делали запросы по скорой помощи, да, по машинам, публикаторам и по тренажерам. Он нам дал тогда правду. Написал правду. Единственный это момент, когда представитель правительства Севастополя и замгубернатора в песенном виде, на бумаге носили, дал всю информацию. Сколько тренажеров, сколько оборудования. Мы ждали запросы, где это оборудование, там, около 900 единиц. С гуманитаркой 400, плюс, по-моему, закупали. Все рассказал, где, сколько у нас в Севастополе медицинских, я не знаю, как правильно сказать, центров или учреждения, там более 100, у кого лицензии есть, у кого нету, а из них там, по-моему, 15 только государственных. То есть это имя частные, да? Да, частные конторы. И, то есть, да, но я вам скажу честно, у меня буквально неделю назад разобор был, у меня старший товарищ, если ему 74 года, то получилось так, что он два раза лежал в больнице, сразу, как бы, буквально лежал там по одной болячке своей, его выписали, и через неделю его положили по другой болячке. То он мне звонил, когда мы разговаривали, перед ноябрьскими праздниками, сказал, я больше в эту больницу не лягу, у меня это стыд, позор и все остальное. И, вы знаете, я имею полное право, имею полное право, можно же по Конституции, мы можем еще говорить, правда, да? Можем. Можем еще пока говорить. Конечно, можем, да. Не оскорблять чиновников, но зато они нас могут оскорблять. Они нас могут, что хочешь, пойметь, унижать, что хочешь. Вот я хочу сказать, что, действительно, я живу, я все время говорил, что я живу в третьем государстве, но я врал, ну, ошибался, в четвертом. Четвертом. Да, я упускал то, что мы период один жили, крымская у нас была. Автономия. Да, автономия. Это когда Мешков был. Да, и вот я скажу честно, что самое худшее в моей жизни, это вот этот период 10 лет. Последние. Последние 10 лет. Это, ну, это кошмар, конкретно это явная, вот, поймайте, власть, действующая власть, показывает свое неуважение и свое презрение к населению России. Может быть, я ошибаюсь, это в Севастополе, я же не выезжаю дальше своего рода. Может быть, в других регионах России все отлично, замечательно. Лучше. Я был в Анапе, там лучше. А вот в Севастополе конкретно я себя ощущаю полным, ну, знаете, вот, есть такое слово расчеловечивание. Я понимаю, о чем вы говорите. То есть идет полное расчеловечивание, более того, оно еще и сказывается в здравоохранении. Хотя, скажу, у меня товарищ, другой товарищ, говорил, что у него тоже были проблемы, ему дали направление, он куда-то ездил на операцию. Сделали операцию, он был доволен, во всяком случае. Поэтому тут говорить как бы однозначно сложно в каких-то моментах. Но то, что в Севастополе не хватает врачей, это факт. То, что в Севастополе не хватает бригад скорой помощи, тоже факт. Машины, по-моему, я могу ошибиться, но, по-моему, наверное, машины скорой помощи, по-моему, укомплектованы. Может быть, не в полном объеме на 100%, но, во всяком случае, почти, приближенно уже к этому. А вот с медперсоналом проблема, и это ошибка внутренней политики. Это ошибка Министерства здравоохранения, или как они у нас там называются, я уже не знаю. Департамент. Нет, я говорю замминистерства России. А, я понял. Да, это все упрощение правительства Российской Федерации. Более того, вот скажите, сколько надо учиться для того, чтобы у нас были не фельдшеры, а врачи? Ну, минимум, 7 лет. 7 лет, да. Потом еще нарабатывая практика. Так вот, у нас, я не знаю, у нас времени этого нет. И, знаете, может быть, я плохой пример приведу. У нас нет масла, мы его сейчас завозим с Ирана, с Индией, подождите, да. Так, давайте тогда и врачей завозить уже специалистов. Так уже и происходит. Да, только не тех, которые покупают дипломы себе. Я бы его купил и все осталось уважаемым врачом. Вот. Поэтому тут еще не доработка именно правительства Севастополя. Я объясню почему. Государство, государство, ну, должно планировать. Планировать. Наперед, ну, хотя бы пятилетка, да. Планировать, что они хотят изготавливать, производить. Под это надо рабочая сила и все остальное. Так же, как я должен этим заниматься первое лицо города. Ну, мне неинтересно вообще. Охота, рыбалка. Мне неинтересна его личная жизнь. Он мне неинтересен вообще, как человек вообще. Не говоря уже как губернатора. Ну, я понял, да. Но у него есть зам губернатора, который пять лет этим вопросом занимался. Поэтому именно планированием и, как это, наперед никто не смотрел и не смотрит. Так же, как и по всем вопросам в городе Севастополя. Поэтому тяжело нам, тяжело будет нашим детям, нашим внукам наводить порядок. И даже, честно говоря, уже ровах идет кругом, как это сделать. Не, мы знаем, как это сделать. Но... Солнце, воздух, вода наши лучшие друзья. Нужна поддержка сверху. Именно от президента. Многие говорят, будет команда от президента. А кому президент уже он сказал? Ну, в принципе, все сказал, что... Он уже стал, кто умеет читать среди строк, посчитает. Более того, мы недавно рассматривали решение Конституционного суда за подписью Зорки. Ну, это по Краснодарскому краю. О национализации собственности, которая была получена коррупционным путем. Ну, собственность государства. Ну, а как выяснить? Коррупционный путем? Ну, да, это не медицина. Поэтому я так подумал, я к чему-то сказал, что, может быть, у нас изменится в этом году, и очень сильно надеюсь, и в прошлом, правда, надеюсь, но без надежды нам бы уже тяжело было. Что, может быть, в декабре месяце, когда там у нас союз, советский союз? 28 декабря 2022 года. 28 декабря. Ну, может быть, президент 28 декабря сделал заявление. Объявил совет, все, советский союз. Ну, какая-то форма, да, какой-то союз. Ну, может быть, к этому все идет. Я надеюсь, что все-таки союз будет, хотя нам, может быть, многие республики, которые ходили в состав союза, и даром мне нужны, это Прибалтика, который, пусть там сидят, он, ХЩИ, или что-нибудь на национальных блоках. Ну, мы о медицине, поэтому далеко хорошо. Ну, мне нравилось, когда служил в армии, мне нравилась военная медицина. У нас, когда приходишь к врачу и говоришь, я заболел, он тебе говорит зеленку, флакончик зеленки тебе дает. Павел Георгиевич, у нас, в принципе, медицина и оборудование, ну, нормальное есть, и специалисты есть. Но вопрос в другом, что дальше центра, оно никуда не распространяется. Потому что у нас все олигархи, все это все. В центре. Ну, вот там, да, ближе к ним, приближенные, мы же, они же слуги народа, да, а мы власть, поэтому они что делают, они уничтожают власть. Ну, да, стараются. Наши слуги уничтожают власть, нас с вами. Ну, вообще, как бы, все взаимосвязано, да, плохая медицина, меньше людей рождается, естественно, больше умирает, и, естественно, количество людей сокращается. Лучше медицина, естественно, больше людей рожается, рождается, больше людей живет, и больше людей наслаждается жизнью. Вот пока мы, кстати, попали в такие еще ситуации, опять очередной раз, не знаю, честно говоря, в сравнении с 90-м годом, да, годами 90-ми, и сейчас то, что происходит, я, это самое, удивлен вообще. Я могу смело сказать, раз вы затронули вопросы уже, у меня в семье, к сожалению, все инсультники. Все инсульты? Ну, фактически, да. Это у меня и бабушка инсульт, у нее три инсульта была, и мама у меня инсульт был, она семь лет была парализована, в 38 парализовала, в 45 умерла. И тетушки ее сестры, да, тоже инсульт. То есть сосуды, проблема сосудов. Да, и у брата моего младшего родного инсульт семь лет назад была. И я вам скажу, как лечили тогда, я когда маму парализовала, у нее инсульт был, я в армии служил, допустили на три дня выпуск, скажем так. Она лежала там, в больнице, на хуторе, пятница, столько, сколько было необходимо. Сегодня инсульт, не более двух недель ты пролежал, тебя отправили, выписали лекарство, родственники, тебя накупили на десятки тысяч этих лекарств, через какой-то промежуток второй инсульт, потому что это лекарство не помогает. Тебе выписываю другое лекарство, это вот у меня мой близкий друг, очень близкий друг, мой друг детства, скажем так. У него с мамой, я его очень хорошо знал, вот такая вот ситуация была. И у меня у брата тоже был инсульт, я все ходил, переживал, что я буду сглазить, да. Ну вообще вот эти все болезни фактически... Западная методика, она к нам не подходит. Не подходит вообще. Нам надо перестать быть обезьянами. Нам нужно разжижать кровь, продуктами питания. Я знаю, что мы должны перестать быть обезьянами, должны вернуться в советскую систему здравоохранения и ее улучшать. Где здоровье человека было охраной и заботой государства. Сергей Анатольевич, вам спасибо, нашим зрителям тоже огромное спасибо, хорошего дня, мирного неба над головой. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!